Всем привет! Меня зовут Катя. И в тестировании я работаю уже 9,5 лет, и из них где-то 3,5 года я работаю в Badoo в отделе автоматического тестирования демонов. Мы входим в группу компаний Magic Lab и разрабатываем такие продукты, как Badoo, Bumble и другие сервисы. Badoo — это настоящий high load. На данный момент у нас зарегистрировано уже более 550 миллионов пользователей по всему миру. Но у меня по тестированию демонов больше интересует то, что весь этот high load обеспечивается 29 демонами, которые необходимо тестировать, чем мы и занимаемся. Сегодня я расскажу о том, как мы перевели наши автоматические тесты для демонов с PHP на Go и о том, какие профиты нам отдало и как мы вообще на это решились. Если вы иногда задумываетесь о том, что время от идеи фичи до деплоя длится бесконечно, а тесты автоматически проходят слишком долго, то, я думаю, сегодняшний доклад может вас заинтересовать. Когда я говорю, что наши тесты ускорились, это не просто слова, ведь всем технари и лимцифры. Так вот, специально перед этим докладом я прогнала один из тест-сьютов, который был переписан на Go. И выяснилось, что время, в отличие от PHP, выросло, вернее, сократилось, ускорилось где-то в три раза. И, по-моему, это замечательный результат. Но чтобы понять, каким образом мы этого всего достигли и как мы вообще решились, нужно совершить путешествие во времени. И так давным-давно, в далеком-далеком отделе тестирования, где-то полгода назад. Было у нас следующее. Во-первых, у нас было два отдельных репозитория. Отдельные репозитории для самих демонов, для разработки. Разработка у нас идет на C, на C++, и в последнее время все больше на Go. И отдельные репозитории для тестов. И тесты у нас на тот момент были написаны полностью на PHP, и тестовый фреймворк, соответственно, тоже был на PHP. Также у нас было два отдельных Jira проекта. Отдельный для разработки и отдельный для тестирования. И в проектах для разработки было, возможно, два workflow. Это QA и QA Now. QA Now – это workflow, где после разработки разработчик, прогнав регрессию, которую мы уже написали, решал, что в принципе этого достаточно, и сразу же деплойл. А QA – это, соответственно, тоже была разработка. После этого ревью внутри отдела разработки самим же разработчиком, другими разработчиками. И потом он отдавал нам в отдел QA и говорил, ну давайте что-нибудь там потестируйте. Ну и мы что-нибудь тестировали. Мы создавали QA-таск в Jira проекте для тестирования. Писали автоматические тесты. После этого они ревьюили тоже внутри нашего отдела тестировщиками. И после этого мы докладывали, что там все ли хорошо и нужно ли что-то править. Ну и в результате, когда все было поправлено, если что-то нужно было править, это все опять же деплойлось. И отдельно стоит сказать про наш фреймворк для тестирования. Я тут говорю legacy, и в принципе это не просто слова, потому что я сама видела строчки кода, которые сохранились там еще с 2013 года, такой небольшой раритет. И он был очень большой, сложный, навороченный, слоеный и тяжеловесный. Проблема была в том, что, ну, во-первых, он написан был достаточно давно, во-вторых, он был написан на PHP, в-третьих, его пытались написать таким образом, что он тестировал сразу, был пригоден для тестирования сразу всех 29 демонов, которые у нас есть. Ну и это, конечно, был такой определенный оверхэд. В результате периодически было довольно сложно разобраться, откуда ноги растут, что откуда идет. Не всегда он был понятен и оптимален. Мы, конечно, пытались его рефакторить, и, в принципе, практически вся наша работа, иногда даже 50% времени доходило на то, что мы тратили на рефакторинг, но все равно это было не суперудобно. Я вот тут все говорю, что мы тестируем демона, разработчики разрабатывают демона. А что же это вообще такое? Может быть, кто-то из вас и не знает, что это такое. Так вот, демон — это, в принципе, тот же самый сервис. Сейчас довольно популярно понятие микросервисов. Вот у нас они есть. 29 демонов — это включая и микросервисы, и более крупные сервисы, и самые тяжелые наши сервисы уже даже где-то чем-то напоминают монолит. Но чем, в принципе, отличается сервис или демон от другого приложения, как, например, ваш мессенджер на телефоне или любое приложение? Демон, в первую очередь, отличается тем, что у него нет UI, то есть пользовательского интерфейса. Он общается с другими сервисами или демонами, но если у него нет UI, то как же он общается? Он общается с помощью протокола. Но это зависит от конкретного демона, но мы в Badoo используем в основном потобав, фотогугловый протокол, и некоторые демоны еще используют JSON. И также, если у демона нет UI, то, казалось бы, а что же тогда тестировать? Ну вот у демонов есть… Во-первых, у каждого демона есть обязательно кафик. Это файл, конфигурация, из которой берется информация о том, какие особенности работы будут у демона. Также каждый демон пишет в лог основные детали своей работы. Еще он обязательно общается с внешним миром, то есть с другими демонами, с сервисами, может быть, с бэкэндом. Если это тест, то иногда мы подкладываем ему вместо сервиса в свои муки, и он общается с ними. Также некоторые из демонов используют data storage, такой, как, например, база данных, или некоторые наши демоны откладывают снапшоты. Это такие файлы, которые сохраняют ключевая информация для работы демона, и из которой он потом легко восстанавливается. Так вот, UI нет, но есть вот эти четыре компонента, с помощью которых демон взаимодействует с внешним миром, и за счет которых его можно тестировать. Несколько примеров демонов, которые используются в Badoo. Основной ключевой демон — это MeetMaker. Вообще в Badoo это приложение для знакомств, если кто-то не знает. Вот на картинке как раз видно профиль пользователя, который предлагается пользователю для того, чтобы его оценить, и вы можете сказать этой милой девочке «да» или «нет». То есть «да», если она вам нравится, «нет», если она вам не нравится. Так вот, MeetMaker — это демон, который как раз запоминает ваши ответы, запоминает ответы других пользователей, и старается вам предложить кого-то наиболее вам подходящего. Но, когда я говорю о MeetMaker, на самом деле это очень много MeetMaker, потому что, как я уже говорил, у нас супер-хайлот, миллионы пользователей, ну и, естественно, одно приложение бы с этим не справилось. Поэтому в каждой стране у нас есть довольно много одинаковых MeetMaker, которые синхронизируются друг с другом. Плюс еще каждый MeetMaker синхронизируется, пишет данные, например, в Kafka, где Kafka, там ZooKeeper, также у нас есть консул, ну и, в общем, и другие демона. В общем, один MeetMaker — это обвязка из множества-множества сущностей. Также есть, например, демон GeoBorder. Он попроще, он уже не так смахивает на монолит, как MeetMaker. Это демон, который знает о границах городов, и он старается пользователю предложить пользователей, находящихся территориально рядом с ним, в одном городе. Он уже приближается, в принципе, к Мико-сервису. Из-за того, что, как я говорила, очень сложная структура вот этих всех сущностей демонов-сервисов, мы пишем интеграционные тесты. То есть юнит-тесты у нас, конечно, тоже есть, но отдел тестирования демонов, в котором я работаю, как раз нацелен на то, чтобы писать интеграционные тесты. Тесты у нас интеграционные, но используем мы для них классическую X-unit структуру тестов. То есть у каждого теста есть сетап, в котором происходит подготовка конфига, окружение, может быть, подготовка ответов mock, если они есть. Потом непосредственно идут запросы к демону, как, например, создание пользователя, потом, может быть, редактирование пользователя, добавление какого-то определенного поля и в конце, например, может быть, запрос вернуть этого же самого пользователя. И в самом конце, как у любого теста, есть assert, в котором мы проверяем, ли нам вернул демон, что нужно или нет. Каким образом происходят запросы к демону? Это довольно просто. Как я говорила, мы используем protobuf, протокол общения демонов, и, соответственно, у каждого нашего демона есть файл proto. Вот на данной картинке есть небольшой кусочек из такого proto-файла. То есть мы видим, что proto – это файл, в котором описаны все запросы к демону. Ну, здесь только один запрос. И здесь есть имя запроса и поля, которые он принимает с их типами. И таким образом, в принципе, не видя кода демона, мы знаем, как с тестом можно сконструировать запрос и чего ожидать дальше от него. И очень хорошо, что это, с одной стороны, системный файл, а с другой стороны, это как бы документация. То есть нашим разработчикам не нужно отдельно какую-то дополнительную страничку вики обновлять, когда они меняют API этого демона. Потому что они просто меняют proto, а из proto компилируется сам демон. И, по сути, если они не сменят proto, то никакого чуда не произойдет, и запрос не поменяется. А нам же очень удобно в тестировании использовать это proto, потому что это, по сути, постоянно актуальное описание запросов. Теперь стоит рассказать отдельно про команду. Для меня было, в принципе, достаточно большим удивлением, когда я пришла в ВАДУ, что весь этот хайлоуд, о котором я говорю, и его очень нагруженную часть, которая, в принципе, реализует его основную логику, разрабатывает команда, которая состоит всего из пяти разработчиков. Тестирует всего четыре человека. Команда маленькая, но у этого есть свои плюсы и минусы. Очень большой плюс — это быстрый фидбэк. В принципе, у нас в ВАДУ есть два офиса. Один офис находится в Лондоне головной, а второй офис в Москве. Но разработка и тестирование демонов целиком территориально находится рядом, в московском офисе, и поэтому, если возникает какой-то вопрос, то достаточно просто поняться, сделать пять шагов, постучать по плечу коллегу, и сразу же ответ будет. И не нужно писать письмо и ждать до завтра, когда на него ответят. В общем, все решается очень быстро, без формализма. И текучки у нас тоже особо и нет, поэтому вот эти девять человек друг с другом все знакомы, и уже лучше знают какие-то особенности работы, к кому лучше обратиться, у кого какая зона ответственности. В общем, скорость на уровне. И очень большое для меня преимущество – это то, что все пишут код. Ну, разработчики, понятно, пишут код, у них работа такая, а тестировщики тоже пишут код, потому что у нас автоматические тесты, и из-за этого иногда бывает очень удобно, вместо того, чтобы на человеческом русском или английском языке долго что-то объяснять, достаточно просто прислать при срочке кода, разработчик их у себя запускает, и все становится понятно. Это здорово экономит время и очень удобно становится работать. И благодаря этому последнему преимуществу стала возможна наша тестовая документация, которой, по сути, практически нет, и поэтому обновлять ее тоже не надо. В одном из предыдущих мест работы мы тоже писали автотесты, но тест-кейсы у нас были отдельно от автотестов, то есть был код тестов отдельно, и был вордовский файл, в котором были кейсы шаг 1, шаг 2, шаг 3. И, естественно, это была большая проблема, когда кто-то обновил вордовский файл, кто-то обновил код тестов, кто-то забыл обновить код тестов, это все не синхронизировалось, а отдельная боль была, когда двое человек одновременно редактировали вордовский файл, а я никому не посоветую мёрджить вордовские файлы. Ну а в аду у нас такой проблемы нет в принципе, потому что, во-первых, мы стараемся писать минималистичный код, с первого взгляда на который можно увидеть и понять, что же здесь происходит. Благое намерение, иногда нам это получается, иногда нет, поэтому мы себя страхуем и обязательно к каждому тесту вначале приписываем небольшой док-блок с классическим тест-кейсом по шагам, первое, второе, третье, что ожидаем. И это гораздо удобнее, потому что это хранится прямо в том же репозитории, более того, это хранится прямо прилеплено к коду, и поэтому поправить где-то, после того, как ты поправил код, поправить док-блок довольно легко. К этому у нас весь код тестов обязательно ревьюется, поэтому даже если ты сам забыл поправить, то ревьюер тебя точно напомнит. Итак, вот, как вы видите, я пока рассказываю только о хорошем, но что же могло пойти не так, и почему вообще, о чем весь этот доклад, почему мы решили что-то менять. А не так пошло довольно много. Во-первых, была проблема возврата к контексту. Команда маленькая, камерная, очень много решается, очень быстро, но, к сожалению, на словах они все успевают фиксироваться в документации. Поэтому, если разработчик вдруг что-то не задокументировал, а потом пришлось вернуться к контексту через какое-то время, то иногда сложно вспомнить, а что же он там понаписал. Но это даже не такая проблема, как проблема ввода новых людей в команду. Потому что если уж разработчик сам может через неделю не помнить, что же он понаписал, то новый разработчик или тестировщик в принципе не может этого знать. Поэтому ввод новых людей – это была большая проблема. Еще одна проблема – это разное окружение для разработчиков и тестировщиков. Разработчики все пишут, стараются писать на своей машине, и им удобно было бы и тесты запускать в своей машине. Но, к сожалению, из-за вот этого неповоротливого, сложного тестового фреймворка на PHP, который был написан так, чтобы охватить все димана, там были условия, что его можно запускать только на девеле. То есть это отдельное специальное окружение, и в другом месте он в принципе не работал. Поэтому для того, чтобы запустить наши тесты, которые еще и на другом языке, разработчикам приходилось идти еще и на другую машину. И это было неудобно. Плюс к этому возникали проблемы, что могли у разработчика быть какие-то одни версии библиотек, надеялись другие версии библиотек. Ну, в общем, много таких проблем. И это все замедляло доставку фич тестирования. И главная проблема, от которой тестировки страдали, это серьезная нехватка информации в начале тестирования. Наши разработчики, надо сказать, они супермолодцы. Они стараются доносить информацию как можно полнее, но не всегда получаются. И периодически бывали случаи, когда задача пришла в тестирование, тестировщик вроде бы все сделал как надо, пытается запустить демона, а он не стартует. Или падает с какой-то ошибкой непонятной, неочевидной. И тестировщик мог потратить день, прокопаться, а потом все-таки он подходил к разработчику, разработчик говорил, ах, да, вот здесь в конфиге нужно вот это значение начинать с трех, а ты один поставил. Откуда я знал? Ну, неоткуда. День, короче, потерян. И мы думали, как решить эту проблему. И особенно приятно, что именно разработчики тоже об этом думали. И именно разработчики пришли к нам с идеей, что может быть нам, разработчикам, начать писать позитивные кейсы, тест, чтобы ускорить как раз вот вхождение тестировщика. То есть тут дело не в том, что доставить разработчиков, в принципе, писать все тесты. Нет, я говорю о базовых позитивных смоук-тестах, которые, ну, просто, условно говоря, все запускается, ничего не взрывается. То есть для разработчика это сокращало время на написание документации, которую они и так не любят писать, потому что вот, по сути, код — это и есть документация. Для тестировщика это тоже сокращало время, потому что для того, чтобы писать действительно интересные негативные кейсы, нужно было, можно было это делать просто на основе тех позитивных, которые уже написали разработчики. Так мы решили попробовать, чтобы и нам оставалось только выбрать язык, на котором это делать. Ну, естественно, первым пришел на ум именно PHP, потому что на тот момент все тесты были написаны на PHP. Но PHP, в принципе, был отметен как раз в основном из-за того монструозного фреймворка, который уже был. Потому что разработчики, как я говорила, они уже пытались что-то запускать, даже наши какие-то тесты, потому что мы к ним приходили, говорили, вот этот тест падает, а им даже, ну, просто сложно было его запустить из-за того, что там действительно все было очень плохо. И плюс еще разработчикам пришлось бы переключать контексты постоянно. То есть они пишут там на Go, а тесты они должны были бы писать на PHP. Ну, конечно, это все возможно, но не так удобно, как хотелось бы. Еще один вариант — это Python. Ну, в принципе, на данный момент, мне кажется, когда мы говорим автоматизация тестирования, первым в голову как раз приходит Python. Плюс у нас некоторые разработчики, даже вот наш PHP-фреймворк был настолько неудобен, что наши разработчики, когда сами пытались писать какие-то небольшие тесты, они как раз использовали не его, хотя он уже был, а пытались что-то там калякать на коленке на Python. Но этот вариант был отвергнут, потому что достаточной экспертизы в Python для того, чтобы написать целый фреймворк, не было ни у тестировщиков, ни у разработчиков. И оставался Go. С Go, если честно, мы, тестировщики, тогда еще не имели большого опыта, ну, в принципе, почти никакого опыта у нас не было с Go. Но разработчики писали на Go, они говорили, да у вас все получится, там, в принципе, удобно и просто. Мы им поверили, решили попробовать написать прототип. И в конечном итоге прототип выстрелил, и мы выбрали Go. Какие преимущества нам это дало, и за что мы любим Go? Во-первых, за его минимализм. То есть, как я говорила, у нас не принято очень серьезно так расписывать кейсы, и мы очень любим, когда при первом взгляде понятно, что здесь происходит. Вот Go для этого вообще идеально. Там, потому что он, правда, он очень минимальный, красивый, простой. Во-вторых, простое вхождение. Но это для отдела тестирования было очень актуально, потому что, как я говорил, у нас особо никто еще до этого на Go не писал. В-третьих, параллелизация из коробки. Тут вы можете сказать, ну как же, в PHP же тоже есть параллелизация? Да, есть. И я ее пробовала. И я ее вам не очень советую. В Go можно сделать все то же самое, гораздо меньшей кровью. А нам, в принципе, так как у нас тесты интеграционные, параллелизация очень важна, потому что мы стараемся экономить время, а иногда нужно развернуть сразу же при стартапе до пяти сервисов, и если ждать параллельно старт каждого, то набегает время не ого-го, там минута, полторы, а то и больше. А в Go же можно за несколько строчек спустить все это параллельно, и это здорово экономит нам время. Итак, что же получилось после, когда мы перешли на Go? Во-первых, репозиторию. Как я говорил, у нас было два репозитория, один для тестов, другой для разработки. Теперь у нас один. И код демонов и тестов находятся в одном репозитории, и это очень удобно, потому что теперь, например, тестировщик, пиша автоматический тест, нашел какой-то баг, он вместо того, чтобы словами долго описывать разработчику, что же там пошло не так, он просто заливает свой код в репозиторий, разработчик на своем компе это все выкачивает и запускает. Все, проблема решена, минимум времени на это тратится. Джиропроекты. Как я говорила, было два джиропроекта, теперь остался один общий. И появилось два флоу. Первый, основной, это таск и тест. Разработчики пишут код. После этого разработчики пишут код тестов. Ну, вот этих маленьких, позитивных. После этого их review-it-co-a-deal, потому что все-таки разработчики не очень опытны в написании именно тестов. И после этого они вместе решают, а достаточно ли этих позитивных тестов. Бывают какие-то маленькие фичи, для которых правда достаточно позитивных тестов, и это очень ускоряет, потому что тестировщик говорит, ой, здорово, мне ничего делать не надо, давай деплоить. Бывает так, что фича посложнее и нужны тесты. В этом случае тестировщик заводит тикет в Tests Only, и там пишет тест. Пишет тест, который потом review-ит, внимание, разработчик. Таким образом разработчик учится на нашем опыте, понимает, куда еще можно дальше посмотреть, и может нам в плане кода что-то подсказать. То есть двойной профит. После этого происходит деплитестов, ну и дальше все, собственно, по той же схеме. И то, чем мы гордимся, это новый, блестящий, быстрый, как ракета, суперпараллельный фреймборк на Go. Что он нам дало? Во-первых, мы решили не повторять ошибку, что не делать его суперуниверсальным, тем более не GoAway, и сделали его заточен под одного конкретного демона. Так разобраться в нем гораздо проще. Код находится, опять же, рядом с демоном, все очень удобно и компактно. Во-вторых, он более параллельный. Об этом я уже говорила. Мы в основном это используем при развертке, но и в тестах иногда тоже. В-третьих, ограничение по времени тестов. В старом фреймворке и старые тесты у нас разрастались и разрастались. И, например, для самого большого жирненького демона у нас больше четырех тысяч тестов, которые в сумме длятся где-то около часа. И это регрессионные тесты, которые должны проходить при каждом билде и, в принципе, вообще при каждом изменении демона. Ну, согласитесь, разработчику ждать после каждой заливки в репозиторий целый час, чтобы просто узнать, не сломал ли он что-то, это достаточно неприятно. Поэтому мы пытались их рефакторить, получалось не очень хорошо, поэтому в новом фреймворке мы решили, что мы такую проблему больше не будем допускать и заранее сверху ограничили время прохождения тестов. И теперь, как только мы упираемся в этот порог, то мы сразу же думаем, что же делать. Либо пустить еще дополнительный поток тестов и более параллельно их запускать, либо, может быть, рефакторить и посмотреть, что можно в самом тесте изменить, если видим, что он подозрительно долго идет. Короче, все стало круто. И получился профит. Ура! Так что же в этом профите? Улучшилось, в принципе, как вы видите, это практически копия того слайда, который был на том месте, где что-то пошло не так. Улучшился возврат к контексту, улучшился ввод новых людей в команду. За счет чего? За счет того, что тесты — это, по сути, то же самое описание функциональности. Это блоки такие, немного завуалированные. И раньше, конечно, они тоже были на пич, но разработчики туда практически не совались, потому что это было достаточно сложно и неповоротливо. Сейчас же тесты находятся прямо рядом с демоном, и легко по ним можно найти ноги от каких-то изменений и узнать больше информации. У тестировщиков и разработчиков теперь одно окружение. То есть все тесты запускаются точно так же на своей машине, также их можно запустить на девеле, достаточно легко складировав этот репозиторий. В общем, этой проблемы нет. Ну и количество информации в начале тестирования. В принципе, такой проблемы больше нет, потому что когда к нам приходит на тестирование тикет, он уже в том состоянии, в котором что-то уже запускается. Это, кстати, здорово помогло тоже с ускорением, потому что какие-то самые тривиальные ошибки разработчики находят сами, когда пишут позитивные кейсы. А еще улучшилось качество. Мы провели рефакторинг старых тестов, ведь их пришлось переписывать, а некоторые тесты тоже были уже очень старые и были написаны совсем неоптимально, как выяснилось. Это нам ускорило разработку тестов, ускорило прохождение тестов, ускорило диплой как результат. Ну и это повысило взаимопонимание, ведь мы теперь проводим госревью и вообще гораздо лучше понимаем, кто что делает. И у нас, тестировщикам, осталось больше времени на сложные кейсы, потому что нам не нужно тратить время на какие-то элементарные, примитивные, и мы можем поломать голову, как мы любим. Ну и мой доклад подходит к концу. Сейчас будет сердце вопросов-ответов, но предварить ее я хочу, наверное, с самым часто задаваемым вопросом, который практически все друзья, которые не из БАДУ, которым я рассказывала, как здорово, мы все сильно улучшили, мы сильно сократили время прохождения тестов, теперь у нас разработчики пишут тесты, а они такие стоп-стоп-стоп, разработчики пишут тесты, а вы не боитесь, что они теперь будут писать тесты, а вы будете не нужны и вас уволят? Ну, меня все время этот вопрос очень смешит. Нет, мы не боимся, в первую очередь, потому что все-таки для тестирования и для разработки нужен немножко разный майнсет. И это не значит, что тестировщики — это особые какие-то люди, разработчики с Марса, а тестировщики с Венеры. Нет, на самом деле может один и тот же человек заниматься тестированием и разработкой, но не в одно и то же время. Потому что, когда ты пишешь код, то у тебя рождаются к нему определенные родительские, что ли, чувства. И ты думаешь, ну как же уже быстрее сделать, чтобы это все дописать, чтобы это все уже наконец-то заработало. И вот из этого состояния очень сложно переключиться в состояние, интересно, а как же мне сделать так, чтобы это уже точно никогда не заработало, чтобы вот положить полностью. Ну, конечно, это возможно, но это довольно сложно. И даже с точки зрения бизнеса получается дешевле, если это делают два разных человека. Ну, а в конце концов, даже если разработчики и правда, им очень понравится тестировать, они научатся, отберут у нас весь хлеб, ну, ничего страшного, мы инженеры, мы всегда придумаем себе другую интересную задачу, которую, ну, в общем, мы не боимся этого совершенно. Спасибо. На этом мой доклад завершен. Сейчас будут вопросы. Если вдруг вы придумаете, что мне еще каверзного задать потом, или вдруг у вас появятся какие-то вопросы, вот меня можно в Телеграме найти по этому замечательному, непроговариваемому нику. Спасибо. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня на самом деле два вопроса. Первое. Почему вы сервисы называете демонами? Почему что? Сервисы называете демонами. Потому что они униксовые. Потому что униксовый сервис называется демоны, это звучит с украшающим. Это же по сути все равно сервис. И второй вопрос. У вас там на первых слайдах было что-то… Название было. Интеграционные тесты и дальше подготовка в сетапах МОК. Так какие же это интеграционные тесты, если там МОКи? Да, вот тут. Просто, как по мне, так и получается у вас функциональные тесты. Что получается? Функциональные тесты просто. Да, мы пишем функциональные тесты. Ну, то есть не интеграционные. То есть вы не пускаете тесты в какую-то общую среду, где они выполняются с зависимостями других сервисов? Все сейчас небольшой ликбез. Все тесты делятся на функциональные и нефункциональные. Функциональные тесты – это те, которые тестируют функции системы, нефункциональные – это те, которые тестируют не что она делает, а как она это делает. То есть это нагрузочные тесты. Или это тесты юзабилити. Достаточно ли быстро? Таким образом, все тесты, которые тестируют функции – это интеграционные. Интеграционные тесты в том числе бывают и… Ну, их тоже там куча подвидов. Ну, в общем, дело в терминологии. Если хотите, можете назвать, как удобно. Ром, Ром, давай из конца зала, а потом сначала зал будем чередовать вопросы. Всем привет. Я Саша из Авито. Я вот здесь, в Тулу. Привет. Спасибо за изумительный доклад. Но поделись, пожалуйста, опытом, как все-таки убеждать своего руководства, что я хочу переписать все свои тесты на ГО. Просто это достаточно трудно, на мой взгляд. И еще отрефакторить. Ну, нужно просто для начала не пытаться переписать все тесты на ГО, а нужно написать небольшой работающий прототип. Нужно написать, вот как у меня было в этой замечательной картиночке, перевести там один тест с Ют на ГО и показать вот это. Я думаю, вот время – это деньги, и это их убеждает замечательно. Ну, для меня, кстати, это тоже не совсем понятно. Слишком сладкие цифры. Ну, тяжело верится, если честно. Ну, мы там еще и рефакторинг провели. Может быть, в этом дело? Нет, но дело, на самом деле, очень много, где-то 50% выигрыша как раз за счет стартапа. Потому что, как я говорила, у нас там параллельно 5 сервисов запускалось, они все, не параллельно, а последовательно, они все отъедали время, и они перестали это делать, и это прям очень здорово нас ускорило. Спасибо. Здравствуйте, Степан, Турдавиа, тестировщик. У меня вопрос такой, да, ну, как я понимаю, вы переходили на ГО, но забыли еще одну вещь, что ГО – это модная молодежь, да, и это многим разработчикам очень импонирует переходить на новые технологии, да, и всегда хотят что-то новое. Ну, на старом никто не хочет работать. Сам вопрос интересный другой. А на ГО возможно ли писать UI-тесты и API-тесты? API-тесты? UI-тесты и API-тесты. Но API-тесты – это, по сути, как раз то, что у нас написано, потому что у нас вот эти реквесты – это и есть API, и это просто UI. Если честно, мы даже не смотрели в эту тему, поэтому ничего вам не могу сказать. Да-да-да, я здесь. Да, я с Сашей из Касперска. У меня такой простой вопрос. У вас был изначально PHP-фреймворк, который, ну, там образ, силы, там времени, обстоятельств. И, по сути, вы сделали, получается, на год то же самое, только он стал работать лучше за счет рефафферинга. То есть сейчас вы… Я к чему? Нельзя было взять основной фреймворк, ну, фреймворк, выкинуть оттуда все ненужное, возможно, переиспользовать какие-то наработки, они бросать и все смысл, писать заново и целой команды учить на язык программирования. То есть не очевиден ли выигрыш, чтобы разобраться нормально с исходным кремлоком? Спасибо. Во-первых, мы любим, как любые, наверное, инженеры, велосипеды. И нам просто это было приятно. Мы могли это и сделать. То есть это еще надо обосновать как-то перед начальством, потому что профит изначально вообще не очевиден. Обосновали? Об этом и вопрос, наверное, у коллеги был, я думаю. Ну, обосновали, мы, в принципе, понятно как. Мы показали им цифры. Во-вторых, почему он, как я уже говорила, не совсем такой же, потому что тот был заточен под все сразу, этот более унарный. Я об этом и говорю. Цифры изначально у вас, конечно же, не было, но вы могли разбить свой фреймворк, написать его под один демон и посмотреть результаты, более релевантные результаты для сравнения. Но раз все равно нужно было делать работу с нуля, то почему не сделать ее на языке, который более удобен? А то и с нуля надо было делать в любом случае. Ну, потому что мы пытались его рефакторить. Вот я три с половиной года работаю, и вот три с половиной года мы его рефакторили. И мы, конечно, что-то мы там удавалось, но далеко не все. И плюс еще, почему я… Есть надежда, что он не разрастется в того же ужасного монстра, как прошлый. Это потому что теперь у нас есть кросс-ревью, то есть мы не только внутри коа-отдела, то с этим всем кодом, нас еще и ревьюют программисты. И поэтому мы друг за другом присматриваем. Поэтому я думаю, что у нас лучше с этим пойдет. Да, спасибо. Привет, меня зовут… Привет, я здесь. Меня зовут Андрей, я из Тинькофф. У меня вопрос. Вы делите логически ваши тесты на, скажем, gRPC-тесты, которые гарантируют вам то, что со связью все нормально, и функциональные тесты, которые говорят о том, что сервис нормально работает. Объясни немного. Да, я поняла. Хороший вопрос. Да, действительно, у нас есть набор. То есть мы разворачиваемся в TeamCity, и там у нас есть прямо перед всеми этими интеграционными функциональными тестами есть еще небольшой сью, то есть это отдельный шаг в TeamCity, без которого в принципе не пойдет дальше сборка, и это шаг смоуг-тестов. Это вот как раз примерно то же самое, что вы сказали про gRPC. Он действительно просто дергает ключевые запросы и проверяет, все ли завелось. И только после этого запускаются уже долгие функциональные. А демоны в этом кубернете находятся? У нас все в докере. То есть докер без оркестрации просто plain докер? Да. Окей, спасибо. Так, вопрос в конце зала. Я здесь. Здесь. Меня зовут Люба, райфайзенбанк. У меня, собственно говоря, наверное, перекликающийся вопрос был с коллегой. А что насчет continuous integration? У вас как это прикручено или нет? То есть у вас есть быстрый, там, не знаю, вы прикрутили, чтобы ночью запустить, у темп прийти и проверить, что все работает? Во-первых, нам не нужно приходить с утра и проверять, что все работает, потому что для самого сложного и долгого демона, как я говорил, у нас все тесты проходят час, и, ну, в принципе, для этого на ночь уходить не нужно. А, ну, для более простых это все минут 20 некоторые могут идти. Ну, в общем, а вот с гостью сейчас даже еще быстрее. Ну, да, у нас есть AI, он на TeamCity. Обязательно все регрессионные тесты, то есть, в принципе, все тесты, которые на данный момент есть, запускаются с каждой сборкой. То есть любая заливка, фичевую даже ветку, тыгерит сразу все, и разработчику очень удобно на это ориентироваться, и по времени это занимает не так много. Так, вопрос сначала. Нам два последних вопроса, и дальше вы заберете Катю в кулуары и обсудите, как вы хотите. Или пару. Можно? Не знаю, кто. Да? Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Тума. Вы говорили очень много о рефакторинге кода, и, ну, назовав какие-то преимущества этого фреймворка, хотел бы увидеть хотя бы примеры кода, которые у вас не под NDA. Ну, прям сейчас я не могу, потому что это даже не мой компьютер. А что конкретно интересует? Ну, вы говорили, что они стали более минималистичные, что проще читается. Когда говорят такие вещи, хотелось бы увидеть какие-то конкретные примеры. Напишите мне, у меня вот там был Телеграм, и я согласую, что можно показывать, и покажу. Окей, спасибо. Супер. И последний вопрос тогда. Остальное все после. Здравствуй, я здесь. Меня зовут Олег, я из Ассоциатив. У меня два маленьких вопроса. Первый – это какой размер вашего тест-сьюта, что проходит у вас за час? Как много тестов? Ну, это не тест-сьют, это набор целых тест-сьютов. Да. И вот, как я говорил, это для самого жирного нашего демона, и там больше четырех тысяч тестов. Четыре тысячи тестов проходит за час? Да. Так, окей. И второй небольшой вопрос – это… Вы говорили, что у вас и разработчики пишут тесты, и тестировщики. Когда тестировщик пишет тест, он думает, чтобы тест прошел в первую очередь. Он мыслит как разработчик. Да. Как вы сборитесь с этой проблемой? В смысле? Он думает, чтобы тест прошел таким образом, чтобы демон сломался. Как бы как раз родительские чувства к тесту – это не так плохо. Но если вдруг они появляются и мешают, то как раз для этого нужен ревью. А при этом родительских чувств к коду у нас нет, потому что не мы его писали, и поэтому мы запросто можем его сломать и даже порадуемся. Но если тест сложный, например, непростой стандартный, то и написать его непросто. И часто бывает, что если, смотри, большой тестировщик его пишет, и у него появляются так называемые родительские чувства к своему тесту, и он очень хочет, чтобы он прошел. Ну, для этого есть ревью, во-первых. Во-вторых, мы стараемся не усложнять и не писать сложные тесты. Если слишком сложный какой-то длинный тест, то где можем, мы его бьем. Как раз для того, чтобы такого не возникало и было проще это все в понимании. Ладно, спасибо. Сейчас Катя выберет лучший вопрос, и мы дадим… Нет, не футболку. Надо было запоминать, что они говорят. Да-да, этих людей… Что говорят, да, людей можно… Ну, мне вот Андрей понравился, на самом деле. Идем. На самом деле Андрей выступал у нас на прошлом этапе. Идем, идем. Да, он мне еще тогда понравился. А, у вас связи. Держи, подставка, пипитр практически до телефона. Задавайте вопросы, получайте ответы. Я, кстати, прямо представил жирного демона этого доклада. Спасибо, Катя. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.